друзья доброго времени суток добро пожаловать на канал завода меня зовут и мы продолжаем с вами проходить киберпанк 2077 и так мы отвоевали василиска этот бронетехнику эту здоровенную теперь будем на нее смотреть пробовать возможно получится прокатиться было бы у меня больше времени ну как все готово привет еще не все или тех мог оставить в системах лед кэрол проверяет пиджаки еще не обращались к вам насчет потери нет думаю нам удалось сбить их со следа грузовики с большими логотипами оставили у лагеря стилет это почти так же смешно как насрать кому-нибудь по дверь позвонить и смыться смешно насрали и смылись будто его только что пригнали с корпоративной войны неплохо я закончила системах чисто ну дайте прокатиться блять открывали люльку блять но чет поговорить давай поговорим кстати что тебе сказал сол пока ничего мы стараемся обходить друг друга страной то есть он что не будет собирать совет ясно что будет просто хочет подольше подержать меня в неведении всегда мечтал погонять на такой махине вот именно так всякие наивные сопляки и попадали на фронт их даже вербовать не приходилось хорошим и показывали технику давай запрыгнем вот это да вот это суперкар в городе бы на таком прокатиться отчет разделась то ну что давай его заводить что ли голову береги но вот вот черт а до нас никто не делал пробный заезд может нам лучше я сейчас разберусь давай-давай я в тебя верю как с тазиком прям ну и он поехал ой хорошо ой хорошо небушка какое блин так светло слышно новая модель но меч и поп сделали что могли меч и боб так как на и въехать то как тебе тут о теперь я понимаю почему эти штуки зовут гробами управляют им прямо с места нужно только подключиться и все никаких рычажков кнопочек и мигающих лампочек никаких импульс поступает прямо в кору головного мозга василис как бы становится продолжением твоего тела такое вот мистическое единство раз тут все такое мистическое зачем второй пилот для поддержки я расскажу когда отъедем от лагеря заодно и потренируемся пока я не пойму кто управляет это не я дай мне прокатиться смотри чтобы контролировать панцирный сенсорной перегрузки во время контакта с врагом нужны двое один ведет а другой управляет тебе понравится я уверен пока чет не нравится пока так как пассажир рядом катаюсь или у меня пушка будет я ну по идее я в середке сижу вот так нормально сначала проведем пробный запуск без меня нужно же два пилота ты же не будешь сразу вести стрелять начинаем по нам это все так и задумано нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время скоро все будет нормально вот видишь блин ну так вид какой есть о начинаю понимать что ты имела в виду она осваивайся на не бойся я не смотрю сделай пару так поворот здесь мышкой главный идет прям как лодка ну да окей что-то я гляжу тебе скучно тогда направь его вдоль ветряков когда скажу повернешь перед последним вправо или влево ладно так ветряки ветряки вот он взлететь может интересно вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай а надлод перед ветряком да ну да ладно сейчас получится на право а нормально нормально сейчас справимся на право а на правом смысле после столба ладно ссоре я тупой блин у нас меню вон те какие а вот эти ну мучкой просто нажимаем и мы стреляем как с обычного оружия так еще есть я не понял почему я не попадаю бугор что ну ладно все что помнишь что я говорила про импульс да тогда приготовься что происходит я подключил себе наши нервные системы теперь соединены а ты же говорила про синхронизацию я из-за этого чувствую все в два раза сильнее это сенсорный отклик наши ощущения не переплелись хочешь тоже попробовать блять что это за порнография так че давай опробуем эту систему вот так чувствуешь как люди вообще сосредотачиваются в бою а вот так ой ё-моё это что такое а 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 Что такое? Да ёпарасоте! Как не вовремя-то, а? На самом эпичном месте! Ух! Так, а их давить могу просто так? От первого лица они динамичные, когда... Ой, я могу их просто давить! Нет, не могу! Могу, но не всех! Ой-ой, тут феол падает! Надо будет подбирать потом! Вернуться в лагерь кочевников! Ой-ой-ой-ой-ой! Так! Ну, вернулись! Так, а то, что мы голенькие, ничего? Точнее, я голенький! Блядь, я не оделся! Сорян! Сейчас! Быстро! Что ж такое-то? Вот это палево! Вот это палево! Так, вот эта курточка! Станишки! Так, я хотел вот сюда вот посмотреть! Все, я одетый! Все, отлично! Палево нету! Так, и теперь самое главное! Нужно собирать все предметы! Мы потом будем разбирать и улучшать оружие наше! Так, ну что, вся добыча собрана! Теперь идем на разговорчики! Дальше продолжаем! Так, ты куда идешь? Следуй за панам! Следуем! После такого-то движения, как за ней не следовать! Какой интересный день! Он максимально мне тоже! Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда! Почему? Примерно так и было! Не знаю, как бы я без тебя справилась! Да ну, перестань! Самостоятельно! Мы все у тебя в долгу! Ты можешь рассчитывать на Альдекальде! Всегда! Буду знать! Мне больше интересно, скольких мы потеряли! Ага, за баром никого! Это мне нравится! Оба-на-ты чё, нарушительница! Лимонад! Так, давай! Лимонад я не пью! Можно лимонад? Как пожелаешь! Больше тебе по Васика достанется! Ну, за хэппи-энды! Что теперь, босс? Что теперь, босс? Понятия не имею! Серьезно! Ни малейшего! Ни малейшего! Я бы очень хотел по нам! Правда! Угу! Сейчас, наверное, будет «но»! Но, я пока не могу! Сначала надо закончить кое-какие дела! Если получится подумать! Вот почему я не могу остаться! Потому что у меня в башке Сильверхэнд сидит! Мне его сначала вытащить надо! И ты мне в этом поможешь! Панама! Я... Ви! Спокойно! Всё хорошо! Как ты себя чувствуешь? Так, а что случилось? Ну, я знаю, что случилось! Где мы? Где это мы? Ты потерял сознание! Надолго! Мы забрали тебя с собой! А куда? Мы перенесли лагерь! Ты в безопасности! Всё под контролем! А куда перенесли-то? Нет! Ты ещё не умираешь! А чё со мной? Братан! Ви! Пожалуйста, скажи мне, что случилось! Кровь! Потеря сознания на несколько часов! В чём дело? Панам! Мне с каждым днём становится только хуже! Так, Ви! Спокойно! Давай по порядку! Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Так, так, ну... Пора время ей во всём признаться! Ты знаешь, Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какую-то старью, а что? В этом всё дело! Джонни жив! Он сидит в моей голове! Он что? Как это? Я сейчас не поняла, это что, метафора какая-то? Так, нет, это не метафора, это в прямом смысле этого слова! По нам, конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает моё сознание! Нет, это просто, блядь, этого не может быть! Джонни Сильверхенд? Да, жопа! Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту! Конструкт он как рак, который растёт с каждым днём! Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить, вернее, выживать! Но твоему здоровью это явно не помогает! Я пойду! Мне уже лучше, правда! Погоди, я пойду с тобой! А кто это у нас проснулся? Это я, Лунтик! Наконец-то! Мы беспокоились! Да нормально, я пригнал, если что! Вон там стоит! Так, а которую из... Ты знаешь, правильно? Всё в порядке! Ну, как сказать? Уже всё нормально! Спасибо, что помогли! Что ж, я рад! Да что, блядь, за зеркало тут появляется! Где оно? А вон на хер с ним! Так, к сожалению, к сожалению! А давайте останемся, спасибо! Ещё на чуть-чуть останусь! Чувствую себя как дома! Помни, наше предложение в силе! Если что-то понадобится, Альдекальда всегда помогут! Хоть в чём-то мы полностью согласны! Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти! Так, зеркало злоебучее, которое мне показывает через палатку, то, что у него можно посмотреть! Может тебя проводить? Так, ну, проводи давай! Надеюсь, мы с тобой продолжим! На чём закончили так резко! Хе-хе-хе! Я знаю эти места! Ездила тут когда-то! Добро пожаловать обратно! Здесь точно безопасно! Ну, наконец-то! Пока, да! Спящий красавец! Мелетех так далеко не заходит! Ну, и здесь наблюдательные позиции намного лучше! Сколько ж я в отключке был-то! Что они переехать успели! Так, мы куда идём? Но ты же понимаешь, это... Это всё временно! Скоро нам надо будет думать, что делать дальше! Что делать дальше? Я знаю, что мне надо делать дальше! Мне нужно избавляться от чипа! Ви! Насчёт того, что ты рассказал! Я не буду делать вид, что поняла! Мне кажется, до меня просто ещё не дошло! Но всё равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю! Погоди, должно же быть что-то! Или кто-то! Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности! Поэтому ты хотел его поймать! Он не смог ничем помочь! Теперь мне надо придумать что-то ещё! Ещё есть Альп! Только потом позвони мне! Я помогу! Вся семья тебе поможет! Сол не шутил! Слышишь меня? Спасибо тебе за всё! За то, что поддерживаешь! Береги себя! И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай! Так, получено новое достижение! И задание мы выполнили! Так, а я могу его угнать, интересно? Нет, угнать я его не могу! Ну что, задание ковчевников мы все выполнили! Теперь нам остаётся только основное главное задание! И теперь у нас должен появиться выбор звонка! Ну, в общем, сейчас идём в угли на встречу с Ханакой! Дерьмище! Это плохо кончится, говорю тебе! Эта фарфоровая сука точно нас подставит! Слушай, да успокойся ты уже! Просто зайдём, поговорим и уйдём! Вот, музыка играет! В общем, у нас теперь должен появиться вариант прохождения через кочевников! Да-да-да, я понял! Ханако сам меня ждёт! Сейчас с ней пообщаемся и посмотрим, что будет дальше! Ты пришёл! Прекрасно! Замечательно! Давайте сразу к делу! Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить! Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь! Вы не знали, можно ли мне верить? Убил ли Юрино-Бу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я всё знала! С самого начала! Вы знали? Как и все члены правления! Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить! Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало! Раз вы всё знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом! Я не питаю иллюзий на его счёт! Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний! Юрино-Бу считал это недопустимым! Но для отца цель всегда оправдывала средства! В жизни ему было важно только одно! Знаешь, что именно? Власть! Власть! Семья! Наша семья! Я не угадал! Я должна была быть её хранительницей! Заботиться о ней! Поддерживать мир! Соглашаться с её решениями! Кажется, Юрино-Бу получил немного другие указания! Юрино-Бу поднял руку на отца! Но он один из нас! Он часть семьи! Я не надеюсь, что ты это поймёшь! Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата! Ну хорошо! Это ваш брат! Вам сейчас тяжело! Допустим, это я понимаю! А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться ещё во время парада! Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности! Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить! Да, Юрино-Бу просто решил вами пожертвовать! Отец был прав насчёт него! Юрино-Бу никогда не думал о нашей семье! Моя роль — быть сердцем семьи! Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу! Оно укажет путь! Ты принёс душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова! Душегуба у меня с собой нет! Мы ведь не так давно знакомы! Хочешь подстраховаться? Понимаю! Но в этом нет нужды! Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь! Я проведу тебя в Микоше! Как? Её же не существует в реальности! Точка доступа туда есть, и она совсем рядом! Где? Здесь, в Найт-Сити! Под Ирасака Тауэ! Нам надо уходить! Быстрее! Заткнись! Заткнись, блядь, хоть на минуту! Это очень плохо кончится! Так, сесть! Садись! У нас мало времени! В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат! Чувствуешь? Вот так пахнет говно! Смотри, не вляпайся! Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки! Что уж там? Говорите всё как есть! Я хочу его наказать! Не совсем! Вы хотите его убить! Я хочу, чтобы воросаки всё-таки узнали правду! И что вы собираетесь делать? Йоринобу? Ханако-сама! Соро-соро, гостякни о модури итадайте! Сугуни сумула! Йоринобу скоро соберёт заседание правления! Будут приглашены представители всех фракций! Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец! Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу! Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от Конструктора! Так себе план! Вы просто хотите меня использовать! Нет! Ну, мне скоро нужно будет вернуться! Иначе я навлеку на себя красоте! И вы первые, если что! Не исключено, что последнее! Я бы не стала рисковать! Давай, пошли отсюда скорей! Ви! Как ты себя чувствуешь? А? У тебя идёт кровь! Бля! Кажется, твоё время уже на исходе! Лучше поторопись с решением! Ээээ... Да, я подумаю! Вот это вот приход! Тебе нужно на воздух! Быстро! Стас, я иду! Я предупреждал! Ты что творишь? Может, всего пару часов оставь? Посмотри, ты на ногах еле держишься! Зато я полон сил, и тело меня слушается! Ты на чё намекаешь, блядь? Понимаешь, к чему я клоню? Да, понимаю! И мне это не нравится! Я и сам покажу! Посмотри правде в глаза! Выпей псевдэндот резина, подвинься и пусти меня за руль! Я привезу нас прямо в Микоши! Ага! И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды! Это уж точно! В одиночку у тебя нет шансов! Вот поэтому я хочу взять с собой бестию! У неё есть ещё порох в пороховницах! И она у меня в долгу! Может, лет пятьдесят назад она бы и бросила всё ради тебя! А сейчас вряд ли! Я её уговорю! У нас обоих есть опыт в таких операциях! Ворвёмся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена! И разъебашим им всю Микоши к ебене матери! Других вариантов нет! Бестии? Ну, не знаю! Ты уверен, что она нам подойдёт? С её-то опытом, её возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдёт! Джонни! О, блядь, что такое? У меня мозг плавится и взрывается! Ну, всё! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Штормит прям конкретно! Больно, я знаю! Ты бредил, когда пришёл, так что я накачал тебя, бета-гал и передал! Но светочувствительность – это хороший знак! Зрительные нервы не повреждены! А как? Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании Испугал мести до полусмерти Скинул со стола пациента, которого я оперировал И потребовал, чтобы я занялся отобой Скажи, это был твой ангел-хранитель? Блядь, ты тут, что ли? Это, ну, был не совсем я Знаю Это меня и беспокоит Что там? Всё плохо? Настолько? Ну, вот так должно быть немного получше Попробуй сесть, осторожно Попробую Кажется, ощущения возвращаются Не спеши Очередная победа мирового масштаба Ну что, сидеть я вроде могу нормально Но на этом хорошее, похоже, заканчивается Сколько это еще будет продолжаться, Вик? Ты мне скажи Судя по твоему состоянию, недолго В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти Ты откинешься где-нибудь в переулке У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик Скоро начну Нет, начинай сейчас Смотри Смотри, видишь вон тот столик? Да А что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина Подарок от Висти Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни И уйдешь на второй план Или Пойди другим путем Закончи игру по своим правилам Я тоже оставил тебе подарочек Блокаторы Если пройдешь эти несколько метров Дальше надеяться придется Только на себя Ну вот Это наш последний шанс Я забираю управление Эндотрезин Бестия Росака Тауэр Иначе ничего не получится Завали хлебало, Джонни Это мое решение И мне надо его обдумать Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно Только не в этом подвале Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Слух? Что? Иди и сделай что-нибудь О! Летающая сигарета Наверное, справлюсь Такого еще не было Только сперва надо выбраться отсюда Забираем колеса, значит Вик, ты столько для меня сделал Я бы хотел сделать больше Иди Я буду закрываться Викторство Викторство И вперед До победного Спасибо, Вик Обязательно Давай, удача Надеюсь, твоя ставочка выиграет Удача Джеки Это недалеко Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь Пойдем Джеки Неужели у него тоже было такое раздвоение личности? Так Так И куда нам? Последний этаж Крыша? Окей Он был такой же мрачный Кто? Джек? Вот и все, Чика Мне конец Надо же Не похоже на Джеки Это было очень давно Его мама как раз узнала Что он присоединился к Валентину Когда с одной стороны Синьора Уэллс А с другой Твоя банда Правильный выбор сделать не получится Да уж Жизнь была несправедлива к Джеки Но несмотря на это Он смог поверить в себя После того, как я Привела его сюда Сюда? Это куда? Наконец-то выбрались на воздух Видишь? Вижу Красное И синее Паблетка Я прихожу сюда, когда мне надо подумать И побыть наедине с собой То, что нужно Садись тут и сиди Пока все не обмозгуешь Спасибо, Мисте Тут правда Очень круто Слушай А что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города Я стану легендой этого города И на этой ноте Я наконец оставляю тебя одного Сиди на здоровье Ну, как одного Почти одного Напугал вообще-то Думал, ты решил отчалить Нет, я еще здесь Это пока И если хочешь с кем-то попрощаться Звони сейчас Что? Хочешь сказать Все пойдет по худшему сценарию? Нет Но это в любом случае Будет большой риск Если у нас не получится Короче Че будем сиськи мять? Звони давай Если есть кому Колеса подождут Так Ну Звоним по нам Я позвоню по нам По нам? Просто хочу ее услышать Очень надеюсь Что дело только в этом Посмотрим Привет, Панам Ты хоть знаешь, который час? Я ненадолго Просто Хотел тебя услышать Интересно Это время выбрал для звонка Ви? Ладно В чем дело? Я не уверен Что мы еще увидимся В смысле? Окей Отлично Иди нах Да нет Я не про это Определись уже Я сегодня Должен кое-что сделать Это будет опасно Мягко говоря Но я должен Что должен? Это Не телефонный разговор Тогда хватит Нэти Говори Где ты сейчас? В городе? Да Окей Тогда Примасти где-нибудь Свою задницу И жди Я еду Ты не понимаешь Я уже не могу ждать Это связано с тем Про что ты мне раньше рассказывал? Связано Окей Слушай меня внимательно Выход есть всегда Делай вот что Положи трубку Подыши немного И подумай над тем Что я сказала Потом можешь позвонить еще раз Мы договорились? Вместе мы справимся Но Не обсуждается Блять пиздец Даже не дала мне слова вставить Ну и хорошо А то бы ты еще что лишнего наговорил Хорошо что позвонил Мне к сожалению было некому Долго мы с тобой сюда добирались Да? Только подумай Мы начали Блять На сраной помойке А потом ты пытался Меня убить Во-во И не говори А теперь я пытаюсь Спасти твою шкуру И спасу Будь уверен Ну или позови По нам И ее гудронных крыс Но тогда все они будут На твоей совести Или заключи сделку С Сарасакой И всю жизнь жалей Что продал душу дьяволу Так я попрошу конечно Панам Помочь нам Попробую попросить помощи У Панам Ты уверен? Назад откатиться Уже не получится Я возьму с собой Панам У нас много общего Я доверяю ей больше Чем твоим друзьям наемник Хозяин барин Понимаешь Может быть Это мой последний налет Я хочу видеть Что происходит Все чувствовать До встречи в Микоше Джонни Ну все Я один Так ну все Избавились от Джонни Теперь его нету Ну что Готов говорить? Готов Вот так то лучше Рассказывай Мне нужно вырос Акотауэр Сейчас Куда Прости Я серьезно Помнишь Я говорил про Джонни Если сейчас Ничего не сделать Я умру Так так Слей топливо При чем тут Расскатауэр Это их технология Под башней Должна быть Точка доступа К цифровой Как бы это сказать Тюрьме душ Тюрьме душ? По телефону Это звучит тупо Я знаю Тюрьма называется Микоше Только там Я могу отделиться От Джонни Других вариантов Нету Еще раз На всякий случай Ты звонишь Мне Посреди ночи Чтобы я помогла тебе Попасть в Расскатауэр Иначе Ты умрешь Ну да Что-то вроде того Окей В смысле Окей Где ты? В клинике Вика У рипера? Ага Я знаю где это Ты только не умри Пока я еду Могу попробовать Круто Не уходи никуда Ясно? Я скоро Так Ну все Ждем Значит По нам Субтитры сделал DimaTorzok